При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Архар. Горный баран. Очень красивое, стройное и крупное животное. Взрослый самец архара достигает в холке 125 см, а его вес порой превышает 200 кг. Рога у самца очень мощные, крепкие и причудливо изогнуты в виде спирали. У самок рога очень тонкие, короткие и слабо изогнутые. Еще в прошлом веке архары были широко распространены в западном Тиньшане и на его отрогах, в джунгарском Алатау, заилийском и центральном Тиньшане. Они также обитали и на Южном Алтае. Но за последние 30 лет численность архаров сильно уменьшилась. Главная причина, как всегда, человек. Из-за освоения горных и пустынных районов, а также хищнической охоты, архары совсем исчезли в Чуилийских горах и на Южном Алтае. Резко сократилась их численность и на Тиньшане. Архары живут на больших высотах, но иногда и среди мелкосопочных предгорий. Эти бараны ведут относительно оседлый образ жизни и, как правило, держатся одного места, где можно найти корм в течение всего года и где их не тревожат люди. Как-то раз в разговоре знакомый охотовед одного охотничьего хозяйства в Тирскей-Алатау упомянул, что по данным последнего учета на его территории обитает 1400 особей архаров тиньшанского подвида. Это заявление очень удивило, так как в отчетах у полномоченных органов общая численность тиньшанских архаров в Казахстане оценивается в 1300 особей. Подняв литературу, выяснилось, что в начале 90-х годов, во время учета архаров в Тирскей-Алатау, сотрудники Института зоологии на всем хребте насчитали две сотни горных баранов. После того, как здесь было организовано два охотничьих хозяйства, численность горных баранов резко пошла вверх. В 2009 году, во время вертолетного учета с участием зоологов и сотрудников госконтроля, только в одном хозяйстве было учтено 1400 тиньшанских баранов. Параллельно в соседнем хозяйстве было учтено 400 особей. Несоответствие этих цифр сбило с толку. Решено, лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз прочесть в противоречивых источниках. В середине марта мы с двумя студентами Каракольского университета имени Тыныстанова отправились в Тирскей-Алатау на поиски загадочных тиньшанских архаров. Планировалось преодолеть половину пути на машине, но доехать до реки Каркара так и не удалось. Трасса оказалась завалена метровыми сугробами. Погода встретила нас не лучшим образом. Метель с порывистым ветром и заносы на дорогах поставили путешествия под угрозу. Настроение ухудшилось. Однако мы не собирались отступать от поставленной цели. Непреодолимые препятствия для машины оказались под силу лошади. Нам пришлось арендовать более надежный для этих условий транспорт. Дальше дорога оказалась еще более сложной. Буран валил с ног не только нас, но и наш гушевой транспорт. Лошадь проваливалась в снег и отказывалась идти дальше. До населенного пункта, где мы остановимся на ночевку, оставалось несколько километров. Местные джигиты встретили нас, как дорогих гостей. Обогрели, накормили и показали народную забаву. Захватывающее конное шоу, называемое кокпаром, что вроде традиционного конного пола. Молодые парни соревновались в искусстве верховой езды, силе и ловкости, отбирая на полном скаку друг у друга барана. Дальше в дебре Тискей-Алатау нам пришлось пробираться на лыжах. Вернее, двое из нас шли на лыжах, а один на снегоступах. Очень скоро мы убедились в громадном преимуществе лыж перед снегоступами. Утром корка Наста еще держала пешехода на снегоступах, а уже часам к десяти припекало весеннее солнце. Снегоступы начинали проваливаться, а выбираться из снежной ямы было очень непросто. Помучившись несколько часов, мы выработали новую тактику. Двое на лыжах уходили вперед на пару километров. Затем один забирал вторую пару лыж и возвращался назад к ожидающему товарищу. Такой способ передвижения занимал много времени, но все же позволял нам хоть и медленно, но двигаться вперед. За первый день мы прошли 8 километров. После тяжелого подъема все валились с ног. Нужно было готовиться к ночевке. Лагерь определили под большой елью. Развели костер из еловых веток и начали устанавливать палатку. Сколько лавин у вас сошло? Пять. На тропу не вылетели? Вылетели, еле успел пройти. Как раз прошел и сразу за мной, как сошла. Маленько скорости прибавило мне. Для начала нужно было очистить площадку от снега, натаскать веток и выслать ими землю, чтобы спать было теплее. Ночь прошла незаметно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, что вы чувствовали, когда упали? Было страшно, что думал, что не поднимусь. С 40 килограммами на спине, не снимая лыжи, где снега по пояс. На утро мы перебрались вброд на правый берег и далее пошли вдоль русла Кальжара. На северных склонах лежал двухметровый слой снега, а южные экспозиции весеннее солнце уже освободило от снежного плена. Какое это, оказывается, удовольствие – передвигаться по твердой земле. Наверное, так же рассудили и архары, первые группки которых мы заметили сразу же, выйдя на южную экспозицию. Чем выше мы поднимались вверх по Кальжару, тем чаще нам попадались грациозные животные. Козероги делят с архарами одни и те же места обитания, но занимают разные участки. Если горные козлы держатся на скалистых участках, отличных убежищах от хищников, волков и снежных барсов, то архары предпочитают более пологие высокогорные плато. Видимо, они больше полагаются на резвые ноги, чем на свои альпинистские навыки. В Казахстане обитает пять, а по мнению некоторых экспертов, шесть подвидов горных баранов. Алтайские бараны обитают в казахстанской части Алтая. Центрально-казахстанский подвид, его еще называют карагандинский баран, в казахстанском мелкосопочнике и на Тарбагатае. Пресырдарьинский каратау населяет каратауский подвид. Мнение охотничьих экспертов насчет подвидовой принадлежности архаров, обитающих в джунгарском Алатау, несколько расходятся с официальной точкой зрения. Казахстанские зоологи считают, что на генетическом уровне разницы между архарами из Центрального Тиньшаня и Джунгарии нет, а вот охотничье сообщество называет джунгарских архаров аргали-ли-тель-даля. Нет согласия и относительно баранов из хребта Саур в Восточном Казахстане. В кадастре животного мира нашей страны они считаются центрально-казахстанскими, а международная организация СИС считает саурских баранов отдельным подвидом. Это мнение разделяют китайские коллеги. В их систематике баран, обитающий в Сауре, называется Овис Амон Сауренсис – саурский баран. А вот относительно архаров в Тирскей-Алатау никаких разногласий нет. Это без сомнения Овис Амон Кареллини. Он назван так в честь впервые описавшего его зоолога и путешественника Кареллина. Мы аккуратно записывали в блокнот всех встреченных нами на протяжении 40 километров маршрута архаров. И спустя неделю список уже насчитывал 800 особей. Мы осмотрели незначительную часть хребта. Увиденного вполне хватало, чтобы сделать вывод, что численность тяньшанских баранов в Тискей-Алатау за последние 15 лет существенно выросла. Почему же это произошло? Ответ, по-видимому, прост. Владельцы хозяйств, во-первых, организовали реальную охрану, а во-вторых, не допускают на своих угодьях перевыпас скота. Большинство ученых уверено, что главная причина сокращения численности многих видов животных – это не охота, а изменение среды обитания вследствие хозяйственной деятельности. В условиях высокогорья это конкуренция с домашним скотом. Давно уже подмечено, что архары покидают те места, где ведется отгонное животноводство. Ущерб от него не идет ни в какое сравнение с тем ущербом, что приносит грамотное охотничье хозяйство. Кто-то может возразить, что местным жителям нужно удовлетворять свои жизненные потребности, а основу экономики отдаленных районов составляет именно отгонное животноводство. Скот разводить пока что выгоднее, чем архаров. И с этим приходится считаться. Но давайте представим. Например, что выгоднее построить – бизнес-центр или детскую площадку? Наверное, бизнес-центр выгоднее. Но кто согласится жить в городе, где одни бизнес-центры и ни одной детской площадки? А с другой стороны, если уж говорить о выгоде, то рыночная цена дикого архара в тысячу раз больше, чем домашнего барана. Но местные жители об этом не догадываются, так как они не имеют никакой выгоды от сохранения архаров. Так почему бы в таких труднодоступных отдаленных местах не разводить архаров вместо баранов? Тем более, что опыт охотничьего хозяйства в Терске и Алатау наглядно показывает, что это вполне возможно. Терске и Алата Академия 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 Академия